В нише жанрового кино, в данном случае в жанре триллера, который всегда пользуется устойчивым зрительским спросом, будет безраздельно властвовать мистический экшен «Время ведьм». Масштабная историческая постановка от режиссера «Угнать за 60 секунд» и продюсеров «Темного рыцаря». На главную роль в проект, с крайне редким для триллера бюджетом в 60 миллионов долларов, был приглашен Николас Кейдж. Он и его партнер по картине Рон Перлман представили проект в эксклюзивном интервью «Индустрия кино». Чаша Божьего терпения переполнена. Приближается судный день. В фантастической средневековой драме «Время ведьм» режиссер Доминик Сина решил совместить два исторических периода. Крестовые походы, основная волна которых схлынула к середине XIII века, и эпидемию чумы середины XIV столетия. Это проклятие ада, посланное на нас черной ведьмой. Изнуренные войной, утратившие доверие к церкви, из долгого похода возвращаются два рыцаря. Бэман в исполнении Николаса Кейджа и герой Рона Перлмана Фелсон. Их обвиняют в дезертирстве. Спастись от сурового наказания можно только выполнив последнюю волю умирающего кардинала. Сопроводить на казнь обвиняемую во всех бедах ведьму. На протяжении своего долгого, трудного пути герои не раз зададутся вопросом, могла ли эта беззащитная девушка навлечь на Европу черную смерть. Это она-то ведьма. Что-то не похоже. Я заберу девчонку, но если обвинение ложное, я не позволю отправить ее на костюм. Не скажу, что я, как и мой герой, переживаю тяжелейший духовный кризис. Но мне легко понять его. После всего, что он совершил на войне, он хочет очиститься, искупить свои грехи. И он все время пытается преодолеть искушение, воплощенное ведьмой, героиней Клэр Фой. А я по себе знаю, как важно бороться. Это очень сложно, но попробовать обязательно стоит. Ты не боишься меня? Правда? Эта картина рассказывает о сверхъестественном. Но если подумать, все это окружает нас в реальной жизни. Я верю в карму. Совершенное зло материализуется и возвращается к тебе, как бы ты ни прятался. Точно так же, как и добро. В фильме много мистики, но при этом он очень реалистичен, потому что в основе реальные исторические события. Крестоносцы, экспансия церкви – все это действительно было. С 2001 года после фильма «Пароль рыбы-меч» о Доминике Сина почти ничего не было слышно. К своему возвращению в большое кино режиссер подготовился серьезно. Он заручился поддержкой Чарльза Рована и Алекса Гартнера, продюсеров «Темного рыцаря», заработавшего в 2008 году более миллиарда долларов. На главную роль «Времени ведьм» Доминик Сина не случайно пригласил Николаса Кейджа. Режиссер уже работал с ним в своем самом успешном проекте «Угнать за 60 секунд». Новый фильм Доминика «Время ведьм» не просто историческая картина. Это приключенческий экшен. В нем очень много неожиданного и страшного. Это меня привлекло в сценарии. Я давно хотел сыграть в страшном фильме. И больше всего мне нравится то, что он погружает зрителя в другой, сверхъестественный мир. Характерная для Средневековья нетронутая природа, опасные обрывы и ущелья, горы, бескрайние поля – все это снималось в австрийских Альпах. Один из самых сложных эпизодов фильма «Нападение волков» был поставлен в Венгрии, куда создатели приехали ради дрессировщика диких зверей Золтана Хороки, который уже 15 лет работает с волками. Он подбирал животных для «Времени ведьм» согласно сценарной задумке. Каждый из волков должен был осуществлять определенные действия. Кто-то нападать, кто-то скалится, кто-то пристально смотреть на жертву. Во «Времени ведьм» использовалась компьютерная графика, но Доминик Сина – сторонник реалистичного изображения. Поэтому замок кардинала в фильме – реальный средневековый замок, а на полках огромной монастырской библиотеки – 4000 книг, сделанных вручную по средневековым образцам. «Мне очень нравится работать с Домиником. Мне нравится его подход к изображению. Он никогда не просит делать много дублей. Снимает монтажно, каждую сцену с разных ракурсов, с разных углов. При этом держит высокий темп. Мне это импонирует, потому что я люблю работать быстро. Если я почувствовал, что сцена удалась, я сразу, не останавливаясь, перехожу к следующей». Когда Доминик снимает, кажется, что он в голове уже монтирует фильм. В его воображении все давно готово. Осталось только запечатлеть это на пленке. Кейдж не появлялся в дорогих блокбастерах со времен «Знамения», вышедшем в 2009 году. А 2010 год был небогат на масштабные исторические постановки. Единственный заметный релиз в этой нише – «Робин Гуд Ридли Скотта» – отгремел в прокате еще в мае. Многие зрители успели соскучиться по богатой средневековой фактуре, а в мистическом жанре у проекта с Кейджем конкурентов в эти каникулы нет. «Время ведьм» в свой репертуар взяли столько же кинотеатров, сколько взяли туриста. Впереди рассказ о Гулливере, а пока коротко еще о нескольких картинах новогоднего репертуара. Будем называть его «Энни Сына». «Щелкунчик и крысиный король». «Это всего лишь дурацкая игрушка!» «А вот и нет!» 3D-сказка с 90-миллионным бюджетом – самый дорогой проект в карьере Андрея Кончаловского. «Правда они прекрасны!» «О, да!» «Можешь потанцевать с ними, если хочешь!» «Я не умею летать!» «Откуда ты знаешь? Рискни!» «Данья Кукла». «На твой будильник можно положиться?» «Доброе утро!» Телеведущие воюют друг с другом в прямом эфире. Отчаявшись их помирить, продюсер догадывается, как на этом заработать. Проект Джей Джей Абрамса, создателя «Остаться в живых», сознанием дела озвучен звездами программы «Утро России». «Майк! Здесь никто не может работать, потому что тебя ни о чем нельзя попросить!» И мы снова в прямом эфире. Вы смотрите «Доброе утро!» Какая ты красивая. Спасибо. Прошлой ночью в Нью-Йорке. Ты никогда мне о ней не рассказывал. Потому что ты сразу заводишься. Нет, серьезно. Неужели ты думал, что я не замечу? Вы уже переспали? Между нами ничего нет. А на завтра тоже летит в Филадельфию? Лора моя коллега, и только. Майкл, просто я тебя знаю лучше, чем ты сам. Молодожены вынуждены пройти серьезное испытание на верность. У нее внезапная встреча с бывшим. У него командировка с молодой коллегой. Фильм с Сэмом Уортингтоном, Кирой Найтли и Евой Мендес снят за 7 миллионов долларов при участии французской студии «Гамон». Мне даже не верится. Окей. Злой лесник Смит и жадный майор Браун, решив закрыть Йеллоустонский парк, наталкиваются на слаженный отпор коалиции зверей во главе с веселым медведем. 3D-мультфильм обошелся создателем в 80 миллионов. Не будь занудой, Виталий. Я же знаю, внутри тебя где-то там живет клевый мужик. Мы его спасем. «Неадекватные люди». Режиссерский дебют Романа Каримова с бюджетом всего в 100 тысяч долларов. Комедия о приключениях тихого и воспитанного провинциала в безумном мире большого города. На фестивале «Окно в Европу» в Выборге картина удостоилась пяти наград, включая гран-при и приз кинокритиков. Когда вы это увидите, вы все поймете. «Заложник смерти». Мистический триллер по одноименному роману француза Гийома Муссо. Загадочный доктор Кей в исполнении Джона Малковича предсказывает успешному адвокату скорую гибель. За отведенное время тот пытается исправить ошибки прошлого. В главной роли француз Ромен Дюри. Сколько времени у меня осталось? Я не знаю. Классическое произведение в современной трактовке и в 3D-формате. Самая известная книга Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» всегда была лакомым кусочком для кинопроизводителей. Роман английского писателя-сатирика пережил не один десяток экранизаций. Это самое масштабное, благодаря использованию суперсовременных технологий и финансовым вложениям. Бюджет свыше 100 миллионов долларов. Наш человек в Лондоне Дмитрий Дроздов встретился с актерами и создателями фильма. У тебя будет история, которая просто снесет крышу. Криком делу не поможешь. Выбраться с острова Лилипутов так же сложно, как и попасть на него. Чтобы произвести впечатление на девушку, начинающий журналист Лемюэль Гулливер отправляется исследовать тайны Бермудского треугольника. В итоге научного материала герою хватит не то что на статью, на целую книгу, как и героя английского классика Джонатана Свифта только в духе нашего времени. Здравствуйте, я здесь, чтобы беседовать с Джеком Блэком по поводу его нового фильма «Путешествие Гулливера». Извини, не слышу тебя. Что ты там бормочешь? Давай-ка, брат, я тебя подниму, а то мы каши не сварим. Ого, со временем нашей последней встречи ты сильно вырос. А ты думал, я большой артист. Эй, хватит переминаться, ты щекочешь мне руку. Прошу прощения, но эта головокружительная высота мешает мне сосредоточиться. Ну же, мысли масштабно. Ладно, хочешь обратно на землю? Если можно. Дело твое. Поговорим позже, когда духу наберешься. Пускай антси атакуются, дадим им жару. Эй, чувачки, я пришел с миром. Огонь! Я не уязвим. Джек, чем привлекла тебя эта роль? Моя первая мысль была, мужик, это же экранизация классики. Ты можешь в историю войти. Я был счастлив получить главную роль, однако чувствовал груз ответственности. Книжку ведь каждый считал. Ожидания зрителей велики, и это относится не только к моей игре, ко всей истории. Мы переносим Гулливера в наши дни. Много и по-современному шутим. Было важно не перегнуть палку, не превратить фильм в голую пародию на Свифта. К литературному материалу создатели явно относятся с любовью, хотя связь с текстом романа порой и теряется бесследно. Невзначай спасая принцессу в исполнении актрисы Эмили Блант, Гулливер упивается свалившейся на него славой по-американски. Услужливые лилипуты варят пришельцу кофе, позволяют играть с собой в настольный футбол, и даже строят герою домашний кинотеатр с креслом и стереозвуком. Нет, Гулливер, я твой отец. Не может быть. Над картиной трудилась дружная команда из разных стран, но большинство актеров были англичане, все как один маститые театралы. Их хлебом не корми и дай что-нибудь разыграть из Шекспира. Входя в кадр, нужно было каждый раз включать фантазию, представлять вокруг себя крохотных человечков. Я так в этом преуспел, что они мне до сих пор мерещатся. По роли Джек всегда смотрит прямо, а все остальные актеры задирают голову кверху. Визуальным ориентиром для нас служил теннисный мяч, который подвешивали на кран. Джека мы только слышали, все наши слова и эмоции были обращены этому желтому мячику. Откуда вы? Я с острова Манхэттен. Вы были королем? Да, и я вошел в историю, как Гулливер офигенный. Леми в рот по поводу того, кто он на самом деле. Поначалу это даже помогает ему набрать очки популярности, однако все они в конечном счете сгорают. Наш фильм ясный урок того, что в любой ситуации правильнее оставаться самим собой, не быть приспособленцем. Гулливер, ты считаешь себя таким же маленьким и ничтожным, но я знаю, что ты не такой, ты сильный. Режиссер Роб Леттерман берет в оборот все дарование актера и рок-музыканта Блэка. За полтора часа экранного времени Гулливер не раз запоет или пустится в сотрясающий королевство пляс. Постановщик уверен, лучшего кандидата на роль найти было невозможно. Свой комедийный талант Джек в полной мере раскрыл в школе рока, а работать в сложном виртуальном окружении научился у Питера Джексона в Кинг-Конге, сыграв коллегу Леттермена, режиссера-авантюриста Карла Денхэма. Херп, хватай камеру! Рок. Стало ли проще снимать такое масштабное кино, как Гулливер? Уже не так тяжело, как раньше. Технологии уже значительно упростили комбинированные съемки. Я кричал «мотор» и запускался синхронный процесс. Джек делал дубль в зеленых декорациях, а массовка лилипутов рядом с ним в павильоне. Они играли одновременно, а компьютер обрабатывал изображение с камер на лету и отдавал на мой монитор уже сведенную картинку в реальном времени. Я видел фактически готовый фильм. В Америке старт комедии пришелся на один уикенд с тяжеловесом проката «Знакомство с факерами 2». Даже с такими габаритами Блэк сходу не смог одолеть трио «Де Ниро», «Стиллер», «Альба». Не помог даже формат 3D. В копилке ленты пока меньше 10 миллионов долларов. Свой бюджет комедии будет отбивать уже в международном прокате. Дмитрий Дроздов, Лондонский офис индустрии кино. Все выпуски нашей программы можно смотреть онлайн по адресу кино.вести.ру либо скачивать в виде подкастов в интернет-магазине iTunes. Свежие новости и видеоролики мы публикуем на своей страничке на Фейсбуке. Кроме того, можем делиться впечатлениями от фильмов в Твиттере. Иван Тиви, мой личный микроблог. Это индустрия кино. Каждый уикенд мы ищем тех, кто не зря вложил силы, время и деньги в съемки, продвижения и прокат новых фильмов. Всех игроков этого рынка, в том числе главных, то есть вас, зрителей, поздравляем с Новым годом, желаем счастья, здоровья, любви и, конечно, ярких впечатлений от новых фильмов. Увидимся в кино.